78 лет назад город Ржев в Тверской области был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Это были страшные 17 месяцев оккупации. В ожесточенных боях погибло больше миллиона человек. 3 марта 1943-го враг покинул Ржевскую землю. С каждым годом свидетелей тех страшных событий становится меньше. И память о подвиге советских солдат также хранят и уникальные места. Корреспондент нашего телеканала Валерия Королева узнала об истории некоторых памятных мест Ржевского района. Ужасы Великой Отечественной войны со слезами на глазах вспоминает житель Ржева Евгений Шелихов. Когда началась война, ему было всего 15 лет. Юноша помогал перевозить раненых. Евгений Михайлович вспоминает, как находил на дороге бойцов, пострадавших от вражеской пули. Один такой случай осел в памяти на всю жизнь. Нашел лошадь, посадил раненых в строй, тысячи человек. И солдаты человека. Когда поехали, солдаты уехали, я остался один. Ехал, ехал, на дороге лошадь встала, ночь. Я погибну, солдаты погибнут, мёрзнут. И потом всё же я оставил, побежал вперёд, кричал, помогите. Там побежали ко мне, солдаты переложили. Всё же я раненых слёз. Под Оржевом на протяжении долгих месяцев шли ожесточённые бои, в результате которых погибли примерно 1 миллион 300 тысяч человек. В память о самоотверженном подвиге воинов в год 75-летия Великой Победы в Ржевском районе был открыт мемориал советскому солдату. Глава региона отметил, что в этих кровопролитных сражениях наши бойцы преградили путь врагу к столице и помогли победе в Сталинградской битве. Когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович восстановил историческую справедливость, дал настоящую оценку Ржевской битве, она стала основой для уже Великой Победы, это уже невозможно переоценить. В те годы город сильно пострадал. Если до оккупации в нём проживало примерно 56 тысяч жителей, то после их осталось всего 150. Уже после войны Ржев отстраивался практически заново. Сегодня в городе есть несколько памятных мест, куда жители приходят почтить память всех погибших. Это обелиск Победы, Стелла, город воинской славы, Ржевский мемориал и мемориальный комплекс Сишка. Когда мы вспоминаем, какой ценой далась Победа, вспоминаем те долгие 17 месяцев, о которых нам рассказывали бабушки, дедушки, которые жили в землянках. Моя бабушка прожила всю войну в землянке, всё время практически находилась в оккупации. Сложное время для города Ржева. В Ржеве очень много памятных мест, как на территории города Ржева, так и на территории Ржевского района. Много захоронений фронтовых, много захоронений, которые осуществляли госпиталя. Ещё одно уникальное место в городе – Старообрядческий Покровский храм. Это здание – одно из немногих, которому удалось уцелеть. Более того, в годы войны там даже проводили службы. Настоятель Евгений Чунин рассказывает, что перед тем, как покинуть город, оккупанты заминировали храм и заперли там оставшихся местных жителей. Они сидели запертые в храме, смотрели на эти фугасы, которые висели в храме у них на глазах. Наступило раннее утро 3 марта, когда в город вошла разведгруппа советских войск. В городе уже была тишина, немцы оставили Ржев. И подошедшие к храму советские солдаты открыли храм, собственно, замок. Храм был закрыт на замок, в замке ключ. Повернули ключ, открыли замок. Потому дата 3 марта имеет для города особое значение. Она считается днём освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Это день, когда жители Ржева и Ржевского района вспоминают подвиг советских воинов, несут к мемориалу цветы и венки. В этом году впервые праздничные мероприятия прошли и у нового мемориала советскому солдату, который, к слову, с момента открытия уже посетили сотни тысяч человек.